Привет, дорогие друзья, на связи Владимир Коваленко. И сегодня в нашем видео мы с вами будем говорить, что работает в Инстаграме и в социальных сетях на большую часть целевой аудитории. Я вам расскажу темы, которые прям включают людей, и вам нужно это транслировать. Тогда у вас будут большие охваты, большие заказы, новые клиенты, новые партнеры в бизнес. Итак, смотрим, не переключаемся, погнали! Итак, первое, что я вам рекомендовал бы, это демонстрировать ваш стиль жизни. Сейчас за вами начинают наблюдать, и вам нужно показывать. Посещайте разные интересные места, выставки, какие-то ивенты, мероприятия. Сейчас мы живем в эру вообще всего информации, и вы можете просто вбить в поисковую систему, где происходит какое-то событие, и просто поехать туда потусоваться. Вообще, так вы сетевик, вы должны быть разносторонней личностью. И вам нужно просто начать это транслировать. Нужно начать показывать, как вы живете, что вы делаете. Пошли в магазин, сняли, рассказали, сфотографировались. Пошли куда-то на бизнес-конференцию и сняли, сфотографировались. Если вы едете даже с одного города, знаете, многие говорят, я живу там в маленьком городочке, и там никуда не езжу, а что я буду показывать? Даже если вы едете из Симферополя в Севастополь или в каком-нибудь там вашей городе, география не очень силен, к сожалению или к счастью. Просто берете, показываете это, рассказываете, снимаете сториз, прямые эфиры. Пожалуйста, людям интересно подсматривать. Транслируйте вашу личную жизнь. И знаете, это будет вас утеплять с аудиторией. Соответственно, они будут понимать, как вы живете, что вы делаете. Неважно показывать, что всегда у вас все супер и все хорошо, понимаете? Все, конечно, привыкли к тому, что в социальных сетях все вот такой глянцевый журнал, где все-все зашибись. Но на самом деле это уже приедается, и людям наоборот даже бывает порой интересно смотреть, когда у вас не зашибись. И какие-то проблемы, когда вы с ними делитесь, открыты этому миру, и они больше проникаются, начинают жеваться в вашу роль, в вашу шкуру. Потому что проблемы, в принципе, у всех одни и те же. Но не зацикливаемся на проблемах, просто начинаем транслировать и показывать, где мы бываем, что мы делаем. И не забывайте фотографировать и снимать на эту тему видео. Например, как я сейчас. Был в тренажерном зале, снял, показал, что я занимаюсь, веду здоровый образ жизни, снял там пару видосиков, пару сториз. Приехал в ресторан, покушал, это показал, снялся. Здесь, благо, сейчас рестораны, везде красивые локации, интересные места. Просто собирайте, набивайте глаз на красивые места, интерьеры. И делайте, конечно же, там фото и видео. Вот сейчас я записываю видео, шарики, все красиво, снежинки, подготовка к Новому году. Поэтому проблем нету, пожалуйста, начинайте это делать. Демонстрация вызова. Что я имею в виду? Помните, был один момент, был в интернете, когда все начали давать цену слова, давать какое-то обещание, точнее, потом писать цену слова, что они выполнят по-любому. Если не выполнят, то сбреют брови, кому-то подарят деньги. Кстати, я один раз тоже так сделал. Мне пришлось, чуть-чуть не дотянул, пришлось побриться на лосы и отдать 25 тысяч своему знакомому. Да, я это сделал, но это был хороший опыт. И я вам рекомендую, что... Смотрите, когда люди обычно это делали, то это было 95%, кто не выполнял. И потом просто люди читали, что либо просто переставали выкладывать это, гасились, так сказать, либо говорили, что не выполнили. Поэтому я вам рекомендую делать демонстрацию вызова только после того, как вы уже завершили. То есть рассказать об этом. Людей это тоже мотивирует, им очень интересно. И бывают моменты, что вы могли не дотянуть. Например, вы пообещали скинуть 10 килограмм, а скинули всего 6. Вот возьмите и расскажите, что была цель такая, чуть-чуть не дотянули, но при этом вам нужно рассказать, что вы делали, как вы делали, показать. И знаете, это даже больше может зайти людям, потому что они увидели, что вы такой же человек, что вы не идеальный, нет идеалов, и что вы тоже можете ошибаться, и какие-то цели вы ставили, могли не дотянуть. Это больше может подкупить на самом деле. Но опять-таки повторюсь, расскажите, что вы делали, как, что применяли технологии. То есть нужно провести, а не так, что ставил цел 10, не выполнил все. Ну, я... Это уже как бы не очень интересно. Нужно демонстрировать и рассказывать. Поэтому демонстрация вызова очень подходит для трансляции и для того, чтобы люди следили за нами в эти моменты. Достижение большой цели. Как в жизни, так и в бизнесе. Вы можете рассказывать и показывать о том, как вы ставили цель достичь, куда определенный... Например, в бизнесе. Закрыть определенный статус или достижение в жизни. Например, пожениться, выйти замуж. Например, ребенок. Чтобы у вас появилось. Это тоже большое достижение. К этому нужно быть готовым. Об этом вы можете делиться, рассказывать. Поэтому подумайте, какие у вас есть достижения в жизни, в бизнесе и чем вы можете делиться. И это, конечно же, нужно транслировать, показывать. Потому что это очень интересно. За этим наблюдать и следить. Обязательно применяйте. Что еще работает на большую часть целевой аудитории? Это финансовый результат. Нужно показывать чеки и деньги. Я вам рекомендую не делать это в ленте, в Instagram, например. А больше чеки вы можете показывать в сторисах. Потому что это можно укладывать каждый день. В течение 24 часов оно исчезнет. Но если вы решили выложить в ленту, то, конечно, при этом сделайте красивую фотографию. Можете спачкать денег там в машине, с айфоном. Еще нам лак, как девушки любят. Ну, в целом, картинка должна быть красива. И написать историю, как вы к этому пришли, что вы для этого сделали, чтобы было интересно прочитать. Но лучше всего рекомендую вам показывать финансовый результат через автомобили, через путешествия, через походы по магазинам, ресторанам. Потому что людям интересно смотреть сериал, и они будут за вами наблюдать, они будут хотеть такой же жизни, как у вас. Ну, конечно же, это относится как раз к первому пункту, который называется демонстрация личной жизни. Поэтому показывайте финансовый результат. Это очень интересно. Люди хотят быть такими, как вы, зарабатывать столько денег. И я вам хочу сказать, что большое количество людей включают именно деньги. Когда они увидят, что здесь можно зарабатывать, что есть квартиры, машины, можно покупать, себе позволять больше, чем можно было до этого. То есть, поехать с ребенком в магазин, накупить ему дорогих игрушек, дорогой одежды, не экономить, не смотреть на цены. Они, конечно же, захотят этого тоже. И вы, пожалуйста, это демонстрируйте, показывайте. Пришли в ресторан, показали еду, показали интерьер, показали там людей, что окружение, посмотрите, богатые люди, они не просто так здесь. Они, конечно же, стали не просто так богатыми, не выиграли миллион, они для этого что-то делали. Все, люди хотят жить, как вы. И они смотрят ваш сериал, который вы показываете. Не забывайте показывать путешествия. Вы путешествуете разные страны, разные города, даже разные города. Ребят, в каждом городе есть какие-то достопримечательности, много интересных мест, которые хотелось бы посетить. Например, я был недавно в Костроме. на самом деле там столько всяких исторических мест, столько памятников и можно там это место входит в золотое кольцо России. Понимаете, можно туда ехать, можно много снимать, показывать, рассказывать. Путешествуйте в другие страны, Кипр, Египет, там, Малайзия, Таиланд. Показывайте. Люди, многие любят путешествовать. На самом деле, мою жену включает этот бизнес, знаете, из-за чего? из-за путешествий, которые она может получать от компании минимум два раза в год. Именно ради этих путешествий и она начала этот бизнес для того, чтобы путешествовать больше, видеть разные страны, любит она это делать, разные люди, разный менталитет, общаться, английский, анафилолог. Поэтому транслируйте, пожалуйста, как вы путешествуете. Следующее, что бы я вам еще порекомендовал и что работает на большую часть аудитории, это семья. Семья о ценности, не стесняйтесь показывать, как вы живете, где вы живете, как вы играете с детьми, что вы делаете, вместе занимаетесь. Потому что семья это такое вот, для многих это интимное что-то и многие боятся это показать. Хотя я считаю, что если у вас крепкая, дружная, любящая семья, то это нужно транслировать, нужно показывать пример, как вы проводите время вместе, как вы играете с детьми, что вы делаете, подделки, изучаете, Ну, за этим, на самом деле, очень интересно наблюдать. Возможно, какие-то идеи, можно делиться чем-то. Даже если вы заболели, вы можете об этом показывать. И люди вовлекаются, они хотят помогать. Вы можете у них спросить совет, они будут вам рассказывать, что нужно то-то-то. У нас был момент, когда у нас дочка Дарина, и у жены поднялась температура. Мы спросили, почему и как. Люди там нам столько насоветовали. Потому что люди любят помогать другим. И никогда не стыдно попросить его какой-то помощи, какого-то совета. И все откликаются. Нам даже привезли банку, не одну банку, а 5 банок варенья из малины. Представляете? Я был в шоке. И очень приятно. Дома теперь пьем и едим оладушки с вареньем, пьем чай с вареньем, малином. И становимся здоровее. Поэтому транслируйте семейные ценности, и это будет укреплять и соединять вас с вашей аудиторией. Потому что в большинстве случаев у каждого есть семья. Выстраивайте доверительные отношения с аудиторией. Ведь доверие это очень сильный инструмент. Есть доверие, есть результат. Нет доверия, нет результата. Но сейчас это работает именно так. Посмотрите за публичными личностями. Что они делают? Они всегда общаются со своей аудиторией. Они у них тоже спрашивают советы. Они с ними делятся. Они с ними. Мои лапочки, мои дорогие котятки. Они выстраивают отношения. Для того, чтобы люди доверяли, верили. Они показывают свои и провалы. То, что у них не получилось. И то, что у них получилось. Чтобы все вместе и радовались, и смеялись. И советовали. Поэтому отношения очень круто. На самом деле, работает в нашем бизнесе. Да и не только в нашем бизнесе в целом. Доверительные отношения, они везде доверительные. И еще, что хотелось бы сказать по поводу того, что работают на большую часть. Это охваты. Это большой охват аудитории. Если у вас много подписчиков. Если у вас есть комментарии под вашими постами. Если есть лайки. Люди заходят, смотрят и видят. О, это круто, это интересно. Значит, этот человек мне дать может что-то интересное. Значит, он все-таки дает качественный контент. Потому что у него там много лайков. У него есть комментарии. Есть отклик от аудитории. Есть какие-то споры, возможно. Конечно, не конфликт, а споры. Коммуникация с людьми, с подписчиками. И тогда это вызывает больше доверия. Поэтому старайтесь проводить интерактивы с вашей аудиторией. С вашими подписчиками. Для того, чтобы у вас их становилось больше. Потому что чем больше у вас подписчикам, тем больше доверия. Всегда, знаете, как вот раньше я выбирал. Да и сейчас вы, наверное, так же выбираете. Заходишь к человеку, видишь, у него там больше 10 косарей подписчиков. Думаю, так, интересненько. Будем дальше смотреть. Смотришь, интересные фотографии. Все. Проходим определенные фильтры. Для того, чтобы поставить галочку, что этот человек интересен. Я на него подпишусь. Я у него останусь. Если эти фильтры пройдены, все, подписываемся. И дальше начинаем следить. Правильно? Поэтому постарайтесь, чтобы у вас было больше подписчиков, больше лайков, больше комментариев. Ну, а на этом все, дорогие друзья. С вами был Владимир Ковленко. Если вам было полезно это видео, ставьте лайки. Пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Будет полезно вам, вашим знакомым, вашим партнерам. Если вам что-то не понравилось, пишите в комментариях. Обсудим, рассудим. Все будет хорошо. Ну, а всех вас с наступающим Новым Годом. Хороших праздников. И мы всегда на связи. Готовы с вами делиться полезным контентом. И до скорых встреч. Пока-пока. С вами был Владимир Коваленко.